Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня будет разбор такой монеты, как каста. Меня многие просили разбирать данную криптовалюту. Ну, я понимаю, что проект новый и, соответственно, многие заработали, в том числе, там, на ICO, IEO, неважно, как это назвать, это суть одна и та же, плюс-минус, там небольшие отличия есть, но суть не в этом. В общем, был у нас этот Launchpad или Launchpool, я не помню, по-моему, Launchpad, да, на Bybit, бирже, Bybit, да, где за токены BitDAO можно участвовать и заработать хорошие иксы, и хорошие иксы она дала. Отличный вариант зарабатывать хорошие деньги на постоянной основе за счет опытности одних из лучших трейдеров на крипторынке – это lexol.com. Через данный проект работают одни из лучших трейдеров рынка, что торгуют средствами вкладчиков, а самая главная администрация проекта берет на себя все возможные риски и выплачивает стабильные дивиденды. Я лично пользуюсь данным проектом и уже более месяца зарабатываю на нем. Также вложил свыше 27 тысяч долларов в данный проект, так как в надежности проекта я уверен. Рекомендую ознакомиться с проектом, так как тут работают серьезные ребята и на этом можно заработать хорошие деньги. Ссылка на проект в описании под роликом. К сожалению, я не поучаствовал тогда, вот, и, в принципе, ну ничего страшного. В общем, на данном этапе она сейчас валится, в принципе, это довольно-таки нормальная история для, скажем так, старта токена, так как у нас и та же монета CRV падала и остальные криптовалюты, поэтому, естественно, они ее будут дампить, чтобы набрать объемы. И те же киты, если они действительно видят в ней перспективу, то однозначно она себя покажет. То есть это у нас монета, которую можно стейкать. Она относится у нас к дискаунт-токенам, к пейментсам, платежным системам и, соответственно, также к кошельку. Вот, по поводу, соответственно, на данном этапе твиттера, как видите, уже получили они ту же галочку, то есть, ну, опровнули ее на твиттере официально. И, соответственно, здесь 183 тысячи пользователей, я не думаю, что твиттер будет опровать какую-то херню. Вот, поэтому, будет ли иксы по данной монете, я думаю, однозначно будут, но не надо обольщаться, что там она выстрелит за две недели, за месяц и так далее. Вот, поэтому в долгосрочной перспективе однозначно она имеет место быть. Поэтому на регулярной основе, как мы можем увидеть, здесь постятся различные новости. Вот, по поводу, соответственно, самого проекта, давайте глянем. Ну, то есть, новости постятся по поводу телеграм-канала. 22 тысячи пользователей с анонсами, потом каста комьюнити. Здесь 34 тысячи пользователей, если посмотреть на полигон-скане, то есть, на данном этапе она у нас в сети полигон-матика. Имеется 2000 адресов у нас холдит данную криптовалюту. Имеется у нас почта, блог собственный, твиттер, на гитхабе, в телеграме, на линквидыне, вайтпейпер, также коин-маркеткап и, соответственно, на коингека. Вот, ну и, как видите, постоянно проводятся транзакции, то есть, проект живой. И, соответственно, по поводу холдеров, если глянуть, давайте глянем по холдерам. Вот, если глянуть, на одном кошельке у нас сосредоточено 55% монет, то есть, я вполне допускаю, что это, скорее всего, ну, логично, да, киты. А также МХС валят, то есть, это у нас, я насколько понимаю, на бирже МХС кто-то из китов тоже закупился на 0,04%. Ну, и, как видите, три, даже, я бы сказал, первые, вот, пять кошельков держат основные монеты. Вот, поэтому на данном этапе, в принципе, нужно понимать, что данные криптолюты, возможно, они даже и аллокацию больше всего получили, когда, ну, там, на байбите был этот токен, да. Вот, по поводу, соответственно, самого токена, то есть, можно изучить вот здесь, вот, вот, каста токен, нажимаем, соответственно, посмотреть, что он из себя представляет, то есть, для чего он используется. Ну, давайте переведем на русский язык, то есть, каста, каста, это токен криптовалюты, который предлагает широкий спектр приложений и преимуществ в рамках экосистемы каста. Вы можете купить или продать каста, как и любую другую криптовалюту. Каста сыграет важную роль в росте и воплотит жизнь в нашу эмиссию, направит мир к всемирному внедрению криптовалют. Ну, короче, та же самая байда, где, ну, скажем так, что и было изначально указано во всех криптовалютах. По поводу распределения токенов, ну, давайте я на английский поставлю, чтобы было более понятно. Токен name, то есть, у нас циркулирующий сапплай 37,5 миллионов, initial market cap у нас, получается, капитализация 1,5 миллиона. Вот, листинг, это у нас первая половина 2022 года. Токен price у нас 4 цента, hard cap, ну, то есть, распределение на людей, по им, соответственно, на ERC20, кстати, сети, если что. Вот, то total supply у нас тотально будет, было роздано монет, ну, то есть, аллокацию люди получили на том же байбите, это, получается, 1,5 миллиарда. Вот, насколько я понимаю, ну, это монет имеется в виду, а в плане бабла 6,5 миллионов долларов. Вот, поэтому, по поводу аллокации, у нас, соответственно, уходит на Advisex, это у нас, соответственно, помощники, ну, короче, на команду, можно сказать, 17% на команду. Вот, потом на экосистему рефералов 5%, на развитие проекта 15%, маркетинг 12%, на различные операции 10%, для биржи ликвидности 8%, для наград и там, стейкинга и так далее 10%, ну, и генеральный резерв 2,5%, это слабенький резерв, конечно, ну, опять же таки, вот, если же посмотреть, для чего используется данная криптовалюта, давайте заглянем. Вот, также имеется дорожная карта, если посмотреть, то есть, они уже некоторые моменты позакрывали, то есть, различные портфолио, там, запуск, создание токена, то есть, сейчас они, обмен крипта на фиат, закупать они собираются биткоин, эфир, USDT, каста, не понял, что это значит, ну, можете написать в комментах, вот. Вот, по поводу депозитов, чтобы можно было также заводить биткоин, эфир, ну, я так понимаю, может, у них на кошельке можно будет это холдить. Вот, по поводу афилиатной программы, то есть, чтобы на рефералке можно было зарабатывать, в том числе, то есть, различные платежные сервисы, геймификация и, в принципе, вот такие вот планы у нас на первые 4 квартала 2022 года. Вот, по поводу документов, ну, как бы, здесь можно указать почту и получить их, если посмотрите Баутас, давайте зайдем, что представляет из себя компания, вот, в принципе, у них открытые профили, можно, ну, правда, ссылки на соцсети нету, но, в принципе, вот этого чувака я где-то видел, не помню где, вот, поэтому довольно-таки популярные люди в своих узких кругах. Вот, по поводу, там, доверия и так далее, почему стоит выбрать данную криптовалюту, то есть, относитесь к своим пользователям там, как вы хотите, чтобы относились к вам, но это еще из Библии взято, вот, поэтому, ну, по поводу этого я могу не согласиться, вот, поэтому, но тоже мое мнение. Вот, контролируемые инновации, вот, и, соответственно, создайте удобство, ну, опять же-таки, удобство там и так далее, консультанты, партнеры, то есть, если посмотреть, что за партнеры у них, тот же Polygon Matic, что является немаловажным фактором, и OneOnTech, довольно-таки популярный чувак на зарубежном ютубе, ну, и, в принципе, по поводу криптовалюты, ну, и, в целом, если посмотреть, вот, если зайти, допустим, на LaserDesk, ну, не знаю, здесь показано, типа, якобы, высокий риск, хотя, прикол в том, что, скорее всего, это фейковый какой-то адрес, потому что у них нету на Binance Макчейне, и это, скорее всего, какой-то фейк, вот, тут 29 адресов, и, как бы, у них нету, в принципе, я так понял, Binance Макчейна, и тут, якобы, показывается высокий риск, ну, мне кажется, это фейковый токен кто-то создал и пытается, ну, скомануть людей, по поводу MisaE.io, здесь никакой инфы, ну, в принципе, вот такой вот проект, если по поводу того, на каких биржах он залистит, опять же-таки, он еще не опровнули его на CoinMarketCap, на данном тапе, залистили его на GateYva, на MXC, на Quickswap, на Uniswap и на Bybit. Вот, если же глянуть на том же Bybit и на остальных трех биржах, давайте зайдем глянем, что она из себя представляет, вот, зайдем на дневной график, и, соответственно, посмотрим, что она у нас покажет на текущий момент. Вот, по поводу касты на текущем этапе, как видите, сейчас она подгрузится, немного подтупливает MXC, в общем, сейчас она упала, если с листинга кто-то ее там здесь закупал, допустим, то минус 60%, в принципе, это довольно-таки еще нормально, то есть, не сильно она и упала, может ли она упасть дальше? Конечно, может, то есть, если всего взять, ну, давайте от пиков даже, минус 70%, в принципе, я думаю, она может еще пролететь, потому что ее дампят вниз, вот, откупать ли сейчас, ну, я бы еще подождал бы, пока она найдет свое дно, то есть, пока что она валится, в принципе, это довольно-таки нормально, вот, и та же монета там и ЦП падала, и та же монета CRV падала, поэтому я вам могу аналогии показать, вот, то же самое, здесь она дампилась, дампилась, ну, и потом, в принципе, практически нащупала свое дно. По поводу монеты CRV, то же самое было там, вот, можно посмотреть, как она падала, то есть, та же самая ситуация ровно была, она падала-падала, и потом после этого вернулась. По поводу монеты Chilis, тоже я показывал пример, довольно-таки показательный, то есть, здесь, а, здесь история у нас не полная по поводу монеты Chilis, давайте зайдем тогда на Binance, ну, по поводу Bybit, вот, такой же график, поэтому тут, в принципе, рассматривать особо нечего, давайте зайдем на Binance, сейчас на TradingView я зайду. Вот, по поводу Chilis, сейчас я вам покажу, я уже, в принципе, показывал в предыдущих роликах, но покажу еще раз, если кто вдруг не верит, что там, типа, монета задампилась, ну, даже от листинга здесь она падала минус 50%, здесь, там, минус 50%, ну, понятное дело, это может быть не так сильно, как остальные монеты, но зато она потом выстрелила на те же, там, 200 иксов, а то и 300 иксов, ну, то есть, даже больше. Сейчас, кстати, отличная возможность прикупить на локальном дне данную монету, где ее выкупали здесь же, поэтому монета каста, я считаю, достойна вашего внимания, стоит ли сейчас докупать, я бы еще подождал бы, то есть, я тоже, в принципе, вижу перспективу в данном проекте, но многие ее послевали после самого листинга, да, то есть, она хорошо помпанулась, если глянуть, с 4 центов она подлетала до 1,5 доллара, то есть, ну, кто-то, может быть, заработал и скинул на хаях, но, в принципе, на данном этапе я все-таки повыеменил бы, я понимаю, что она может стартануть и с этих отметок, но, если хотите, можете докупаться, я еще подожду какой-то хотя бы консолидации, чтобы она более-менее, хотя бы чуть-чуть нащупала дно, и тогда уже можно будет смотреть, и плюс рынок сейчас падает, поэтому логично, что она будет валиться еще сильнее, и плюс, ну, после листинга крупный капитал, естественно, она ее будет дампить, чтобы набрать по ней объемы, вот, поэтому такие мои мысли по касте, я считаю, можно еще подождать, проект однозначно перспективный, но в долгосрочной перспективе. Проект, где вашими средствами будут управлять опытные трейдеры, делясь вами прибылью, это alexol.com, ссылка на проект в описании под роликом. Субтитры создавал DimaTorzok